Если вы хотите почитать веселые, умные, добрые и поучительные сказки об одном из самых любимых героев каждого малыша, то большая заячья книга для вас. Трусливый и храбрый, простоватый и хитрый, длинноухий заяц предстал здесь во всей красе. В сборнике сказки разных авторов. Некоторые произведения имеют похожие сюжеты или объединены одной темой. Например, в сказке «Зайцы и лягушки» Льва Толстого жалобы зайки Константина Ушинского рассказывают о трудной, полной страхов зайчьей жизни. Растужился, расплакался серенький зайка, под кустиком сидючи, плачет, приговаривает. Нет на свете доли хуже моей серенького зайки. И кто только не точит зубов на меня. Охотники, собаки, волк, лиса и хищная птица, кривоносый ястреб, пучеглазая сова. Даже глупая ворона и та таскает своими кривыми лапками моих милых детушек, сереньких зайчат. Все отлично помнят, как начинается русская народная сказка «Зайушкина избушка» в обработке Александра Николаевича Афанасьева. Жили-были лиса да заяц. У лисы была избушка ледяная, а у зайца лубиная. Русская народная сказка «Коза-дереза» имеет похожий сюжет. Давным-давно в одной деревне жили старик со старухой. Была у них дочка. Однажды пошел старик на базар и купил за три гроша козу. Оказалась та коза очень хитрой и вредной, за что старуха нередко поколачивала ее скалкой. Как-то вывела дочка козу пастись, да заигралась на лужайке, а коза-то избежала в лес. Бежала-бежала, прибежала в зайчью избушку, завалилась на печь и лежит. Приходит зайчик. Кто-кто в мою избушку залез? А коза ему с печи отвечает. Я, коза-дереза, за три гроша куплена, скалкаю луплена. Топу-топу ногами, заколю тебя рогами, ножками затопчу, хвостиком замету. Зайчик испугался и убежал. Помог зайчику петух, выгнал козу. И стали петух да заинька в избушке жить-поживать, да добра наживать. Сказка «Коза-дереза» непременно понравится маленьким читателям. Она еще раз подтверждает, что справедливость всегда торжествует, а добро побеждает зло. Почитайте детям сказку «Заяц» Алексея Николаевича Толстого. Она поможет ребенку легче осмыслить сложные стороны жизни. Такие понятия, как сострадание, боль, трагедия, смерть, переживание. В зимнюю стужу преследовал волк зайца. Добрая бабушка сосна приютила бедолагу в старом дупле. Прибежал волк к сосне и потребовал, чтобы она сказала, где косой. Сосна зайца не выдала. Тогда улегся волк у самых корней дерева. Но тут случилась беда. От сильного порыва ветра сломалась сосна у самого корня. Погибла сама, и волка насмерть привалила. А заяц из дупла выскочил и запрыгал, куда глаза глядят. «Сирота я», — думал зайчик. «Была у меня бабушка сосна, да и ту замело снегом». И капали в снег пустяковые зайчи слезы. Сказка «Заяц» учит доброте и милосердию. Учит не только умению радоваться жизни, но и достойно воспринимать свои и чужие беды. Все знают сюжет сказки про храброго зайца, длинные уши, косые глаза, короткий хвост. Где заяц по воле случая из трусишки превратился в храбреца? Сказка поможет детям стать смелее и увереннее в себе. Прочитав сказки Алексея Толстого «Заяц хваста» и «Отважный заяц», ребята не только дополнят сказочный образ зайца, но и поймут, что хвастаться некрасиво, что каждый может измениться, что нужно помогать другим и нужно быть храбрым, когда это требуется. Сказка «Отважный заяц» интересна необычностью сюжета, истории о длинноухом герое, противостоянием зайца и волка, причем заяц здесь совсем не труслив. Жили-были в одной деревне старик со своей старухой. Жили они дружно, в трудах и заботах. Вот только детей им Бог не дал, и поэтому они очень горевали. В лесу поблизости от их избушки жил заяц. Старики полюбили его и относились к нему, как к родному сыну. Заяц отвечал им большой любовью и во всем помогал старикам. Но все изменилось, когда неподалеку от них поселился в своем логове серый волк. Это был очень злой и вредный волк, который постоянно нарочно вытаптывал посевы на поле стариков. Таскал у них кур и овец. И вот в один прекрасный день волк попался в ловушку. Старик крепко связал его и отнес домой. Когда волк обманул старушку и съел ее, заяц поклялся отомстить волку. В конце сказки заяц позвал волка на рыбалку, предложил себе сделать небольшой плотик, а волку большую глиняную лодку. Что из этого вышло, читайте в сказке «Отважный заяц». А вы знаете, что раньше заяц и белка были очень похожи внешне. Особенно красивыми были их длинные пушистые хвосты. Как получилось, что у зайца теперь короткий хвост? Почему начали косить его глаза? Уши стали длинными. На эти вопросы вы найдете ответы, прочитав сказку Алексея Толстого, почему у зайца короткий хвост. Попал заяц под упавшее дерево. Ни белочка, ни еж не смогли зайца вызволить и позвали на помощь медведя. Сколько ни старался, не тужился медведь, но даже пошевелить не смог толстый ствол. «Ах ты немощный медведишка!» – сказал возмущенный заяц, совсем забыв, с кем разговаривает. «Оказывается, сил-то у тебя совсем немного!» Белка и еж растерянно переглянулись, и ошеломленные наглостью зайца словно приросли к земле. Кто не знает силы медведя? Задет и заживое, тот схватился за заячьи уши и изо всех сил начал тянуть их. У бедняги зайца струной вытянулась шея и уши, в глазах поплыли огненные круги, а пушистый длинный хвост, оторвавшись, остался под стволом сосны. Так хвастливый заяц за один осенний день стал обладателем косых глаз, длинных ушей и короткого хвоста. Зимой белый, а летом серый. Все знают эту загадку. Хотите знать, почему заяц стал менять белую зимнюю шубку на серовато-коричневую? Тогда прочитайте детям сказку, как зайка поймал солнце Алексея Толстого. Зайчик поймал солнце в ловушку, но понял, что все звери просто пропадут без тепла и света. И решил зайка освободить солнышко. А солнце было очень горячим и жгло немилосердно. Зайке приходилось все время дуть на лапки, пока он развязывал путы. Наконец солнце получило свободу и укатилось в небо. Солнце-то свободу получило, а вот зайка, пока распутывал солнце, так обгорел, что его шубка из белой стала серовато-коричневой. Может, поэтому все зайцы летом носят теперь такую загорелую шубку и лишь к зиме снова становятся белыми. Большая зайчья книга будет интересна и малышам, и ребятам постарше. И, конечно, юным читателям понравятся яркие и выразительные иллюстрации.